Понравилось все по одной простой причине, то есть я не на первом таком мероприятии, хотя я на данный момент не являюсь членом этой партии, но в принципе я слежу за ней с момента ее создания, когда еще только была утворена киевская организация, поэтому это очень, даже хотел сказать проект, это скорее всего не проект, это действительно одна из первых организаций, которая решила самоорганизоваться из граждан Украины для обеспечения, ну скажем даже так, безопасности этих граждан, то есть это своего рода захист громадян перед владой и достижение этими гражданами, то есть действительно выполнение их прав, которые нарушаются, то есть фактически это своего рода команда, которая готова именно выполнять общественную нагрузку, в первую очередь не за финансирование, а по идейным принципам, это первое. Второе, мне очень импонирует то, что в этой команде, ну скажем так, максимум профессионалов, из тех, которые я лицезрел, ну то есть это именно из тех, которые самоутворились, вот так вот можно сказать, то есть если остальные партии, которые имеют бенефициара, они заточены на то, чтобы купить профессионала, то есть допустим привлечь к работе того или иного гражданина, который уже имеет достаточно образования, знания и умения и за это ему платят деньги, то есть они просто покупают себе людей, которые в дальнейшем развивают их партийную структуру, здесь немножко наоборот, здесь более развиты демократические принципы и привлечения идейных профессионалов, то есть наконец-то сейчас я увидел финансовую составляющую этой партийной организации, то есть принцип этой финансовой составляющей, то есть ну я, скажем так, в общественной деятельности, в вопросах партийных и иных, где-то нахожусь с 2000 года, поэтому видел очень много проектов, в некоторых участвовал, видел их падение, ну то есть когда олигарх закрывает свой проект, то есть прекращается финансирование, ликвидируется партия и открывается другой. Здесь даже при возможности желания ликвидировать этот проект, не получится его ликвидировать, потому что его никто не создавал, это создано коллегиально, поэтому я надеюсь, что в эту партию с каждым днем, с каждым неделем, месяцем будут вливаться не только лишь граждане, чьи права нарушены, а и финансовые составляющие, то есть это директора среднего бизнеса, малого бизнеса, дай бог, чтобы и сектор большого бизнеса обратил на это внимание, потому что, то есть, я не знаю, как там говорили наши металлурги, но во всех странах всегда все уважающие себя правители, всегда они опирались на средний и малый бизнес, потому что, то есть, он кормит не только территории, не только граждан, а кормит и фактически всю страну. Ну и дай бог, чтобы вот такие вот мероприятия, я вообще хотел бы видеть такие мероприятия в дальнейшем при развитии там областной и городской структуры, районной структуры, то есть, ну, как партийчейки, которые готовы собираться там, допустим, раз в неделю, два раза в неделю, и это даст постоянное привлечение каких-то новых, то есть, ну, people to people, то есть, пришел ты, приведи друга, то есть, если это пойдет так, если они найдут на это все ресурсы, возможность есть, задачи есть, цели есть, люди, которые готовы делиться знаниями, это самое главное, то есть, они тоже есть, поэтому, то есть, достаточно, теперь осталось, самого чего не хватает, это финансовая составляющая, без денег в любом случае, любая партийная организация, она предречена.